О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. Кабмин просит, ардепы договариваются, почему законопроект об антикоррупционном суде застрял в профильном комитете. Подмоченный тендер. Как чиновники Киевской мэрии умудрились закупить препараты для гемодиализа по цене, завышенной втрое? Вода по расписанию. Почему смело в Черкасской области осталась без водоснабжения и когда чиновники его возобновят? Клуб поддержки России. Новое правительство Италии собирается отменить санкции против Москвы. Почему и какие еще страны готовы пойти на потепление? Договаривались, но не договорились. Центр с Бирком пока остается в старом составе. Что касается голосования за новых кандидатов, то парламентские фракции продолжают консультации. Какие вопросы еще утрясают депутаты и что обсуждали под куполом сегодня? Об этом в нашем сюжете. С утра трибуны снова обступили радикалы с медицинским вопросом. Требуют вмешаться в дела аптек. Сегодня вартность леков в украинских аптеках вдвече, втрече больше, чем в соседних краях. Мы предлагаем и требуем восстановить государственное регулирование цен на леки. Чтобы не было такого, что в двух соседних аптеках, иногда одни и те самые леки, разница в 100-200 гривен. Второе – это скасование ПДВ на леки. Это также возможность снизить их. Третье – это расширение программы бесплатных леков. Оппозиционный блок требует разобраться, почему столько времени в стране нет министра здравоохранения. У нас нет на сегодняшний день, после трех лет работы реформаторов, концепции развития национальной системы охраны здоровья. У нас нет стратегического плана в проведении этой концепции. И как следствие, мы имеем точковые законопроекты, которые на сегодняшний день не работают. На сегодняшний день мы требуем одного – внесите в зал постанову 56-42 про звезд работы ТВО министра. Голосуйте «за». Призначайте министра и внесите политическую ответственность. Мы за то, чтобы была реформа, но она должна быть подтверждена урядом и парламентом. Но в повестке дня сегодня один медицинский законопроект о трансплантологии. Он предоставляет право человеку при жизни дать письменное согласие стать донором после смерти. То, что мы прописали в законе «Згоду людей», это создает дополнительные сложности для развития системы. Вся система трансплантации, в ней не закладена возможность быть бизнесом. В законе прописано, что государство полностью будет финансировать весь процесс. То есть, возможности продавать, обменивать, что делать, оно закладено и заборонено законом. Закон о трансплантологии сегодня должен был пройти второе чтение. Но из-за большого количества правок документы не успели рассмотреть и решили продолжить завтра. Очень много замечаний к закону об антикоррупционном суде. Порядка двух тысяч поправок. Дві тысячи поправок потрібні для того, щоб знищити саму ідею антикоррупційного суду. Затягнути і знищити. Бо антикоррупційний суд може змінити політичний ландшафт країни. Влада боїться запровадження в Україні нового антикоррупційного суду. Це той суд, який буде займатися виключно топ-посадовцями і виключно чиновниками топ-рівня. Нарде поговорять, нет смысла рассматривать в таком количестве поправки. Достаточно учесть рекомендацію Венецианской комісії. Насправді, лише п'ять правок відділяли законопроект, внесений президентом, від рекомендацій Венеційської комісії. Нагадаю, які це правки. Це правки, які стосуються щодо кількості суддів, це правки, які стосуються щодо якості тих кандидатів, які мають бути обрані, це правки, які стосуються юрисдикції. Тобто, антикоррупційний суд має займатися питаннями, які підслідні Національному антикоррупційному бюрою. Ну і останнє питання – це право вето міжнародних експертів під час відбору кандидатів до антикоррупційного суду. Ключова проблема полягає у призначенні суддів антикоррупційного суду. Цей орган має бути незалежний і має виносити правосудні рішення. А таким чином мусить бути додаткова комісія, в тому слід міжнародних експертів, яка не буде призначати суддів, але буде вказувати, хто не може бути суддею. Якщо ми прямо скажемо, що іноземці будуть нас призначати суддів, це не відповідає Конституції. Є вихід цієї ситуації, наприклад, дати можливість цій групі експертів відбирати необхідну кількість для конкурсу кандидатурів, вибраковуючи тих, кого вони хочуть. Будь ласка, але забезпечте конкурс на посаду. От є три кандидатури, хай вони конкурують між собою на одну посаду. Я вважаю, що судди всі повинні бути реформовані. І, власне кажучи, ми за це голосували при прийнятті змін до судової реформи. А те, що створюється окремо взяти суд, який нібито буде справедливий, а потім потрібно буде створити суди для карманників, для домушників, для військових, для пенсіонерів і ще інше, то це шлях в нікуди. Ми вважаємо, що вся судова реформа, судова система повинна бути реформована. Договариваться і сводити воєдину поправки к закону об антикоррупційному суді нардепи отправились на засідання профільного комитета. А вот о чём снова не договорились, так это о голосовании за новий состав Центра Сбіркома. Завтра планировали назначить новых членов ЦИК, но, по словам спикера, консультации продолжаются. Екатерина Лысенко, Ксения Боровиненко, Вадим Ревун, Максим Чаблин. Подробности телеканал «Интер». Немедлить с принятием закона о создании антикоррупційного суда призывает депутатов Владимир Гройсман. Прем'єр надеється, що це произойдет ще до літа. Об'єднє він сегодня заявив на засіданні Кабміна. Чому Гройсман уверен в необхідності принятия закона і о чому ще говорили міністры, знає Ольга Теребінська. Средні зарплати – около 10 тисяч гривень і поток інвестицій. Таким видит ближайший бідущий української економіки Владимир Гройсман. По результатам першого квартала цього року рост составив більше 3%. Об'єднє, зсилаюся на дані офіційні статистіки, заявив прем'єр-миністр на засіданні Кабміна. Це достатньо оптимистичний показник. Але підкрислюю, що він є недостатнім і Україна може зростати більше. Це означає, що люди можуть більше отримувати роботи, більше заробітної плати. Податки і місцеві бюджети в тому числі будуть зростати. І все те, що заробить національна економіка, ми маємо реінвестувати в нову якість життя. Зокрема і все те, що стосується світу, охорони здоров'я, українських доріг, безумовно українського війська. Гройсман також підчеркнув, що для росту економіки ключовій задачі є привлечення інвестицій. Але для цього необхідно як можна скоріше принять закон о созданні антикорупційного суда. Прошу народних депутатів максимально швидко розглянути цей законопроект. Є всі шанси, щоб на наступний пленарний тиждень, включно до четверга, включно, закон був розглянути і прийняти. В цілому це буде означати дуже міцний антикорупційний крок і повідомлення як українським громадянам в першу чергу, що є інструмент, який буде завершувати правосуддя в питаннях боротьби з корупцією і відновлювати довіру і справедливості українському суспільстві, так і міцний сигнал назовні всім нашим міжодним партнерам. 300 млн гривень выделило правительство для покупки життя семьям военнослужащих, погибших і раненых на востокі країни. Міністр соцполітики Андрій Рєва напомнил, що вже більше років средства на покупку квартир видаються непосередньо чоловіку. Кошти на приймання життя тепер направляються не чиновникам, не органам влади. В результаті за новим порядком в 2016-2017 році вже приймано 1071 квартиру на загальну суму 909,5 млн гривень. В 2018 році планується придбати 356 квартир на загальну суму 354,8 млн гривень. Чиновники обещають увеличити финансування цього проєкту, якщо економічна ситуація улучшиться. Ольга Теребінська, Сергій Відміть, подробності, Телеканал «Интер». А вот як улучшити финансову ситуацію малообеспечених українців обсуждали сьогодні на засіданні Комітету ВР по вопросам соцполітики. Главні проблеми, які необхідно решити парламенту, це повисити минимальну зарплату і начати выплату пенсії людям, які проживають на оккупированних територіях. По словам нардепа, руководство Рады відкладає рішення цих вопросів в долгий ящик. Питання номер один для простих українців зі Сходу, Заходу – це заробітна платня. Сьогодні простий українець працює в годину за 22 гривні. На 22 гривні можна купити або три банани, або шестероєць. Ось ціна роботи. Коли ми візьмемо і стягнемо з тих, хто отримує неймовірні зарплати, у мільйон, три мільйони гривень, це «Укрзалізниця», «Нафтогаз України», необхідні 22% ЄСВ і направимо на нужди, нужденних, простих, звичайних українців. Ми прийняли рішення – об'єдніть усілях всіх членів парламентського комітету і в понедельник на погоджувальній раді потребувати від руководства парламенту, від коаліції виністи законопроект 6692, який стосується виплату пенсії переселенців, виплату пенсії людям, проживаючих на неконтролюємій території, як перший очередной закон, требующе рассмотрення. Профсоюзний протест в Ужгороде, в город, приехали представители разных областей України. Местні участники акції в першу очередь требовали оставити в їх собственности дом профсоюзів, который по решению суда профсоюзники должны покинуть. Кроме того, во время митинга приняли обращение к обмину Верховной Раді с требованием повысить минимальну зарплату, создати новые рабочі места і снизити тарифи на коммунальні услуги. Эта акція предупредительна, і якщо до митингу не прислушаються, обіцяють провести всеукраїнську демонстрацію. Взагалі некомпетентні рішення, і через суди забираються будинки профспілок, забираються санаторії, забираються будинки відпочинку. Перше право – це право на працю. Тобто надати робоче місце людині, надати заробітну плату людині достойну, ту, яка дозволяє жити не в бідності і жебрастві, а утримувати належну чину сім'ю і відчувати себе людиною. Право на безпеку працю. Сьогодні не тільки на Східному фронті гинуть люди. Щорічно 400-450 наших співвітчизників на заводах, фабриках, на полі гинуть. 5-7 тисяч стає інвалідами. Лікарства втридорога. Подробності вже сообщали, що Департамент здравоохранення Київської мэриї закупив препаратів для гемодиаліза на 30 млн гривень. Їх стоимості вызвало множество вопросов, ведь, например, в Польщі расцінки в нескільки раз ниже. Кто зарабатывает на закупках, попытались выяснити наші корреспонденти. Київський центр нефрології і діаліза. Здесь лечатся годами і даже десятилетиями. Без процедури гемодиаліза в Україні ці пацієнти обречені. Олександр Мартыненко трижди в неделю по 4 часа проводит в больнице. Він работав оператором і 32 роки назад знімав горящий 4-й енергоблок ЧАЭС. Після цього у мужчині відказали почки. Хочеться краще получати очистку на гемодиалізі, очистку крові от токсину, от токсичних веществ. Тому що від цього і плахові состояния, якщо недостаточна очистка. Це і головна біля, це і плахові самочування, це і слабість, і сонливість. Це зависить від качественних реагентів, від розходних матеріалів. І хоча само лечення для чернобыльця бесплатне, більш еффективні препарати. Приходиться докупати. Де я беру препарати? За що я їх покупаю? Им все равно. Тому приходиться покупати за свої дні. У чиновників ответ один. У государства денег нет. Тем временем, із бюджета на лечення таких пацієнтів только в столиці выделяють десятки мільйонів гривень. В начале мая департамент здравоохранення Київської мэриї закупил немецкі препарати для гемодиаліза на 30 мільйонів. Тендер через Прозоро вигляла некая фірма Билимед. Журналисты здания «Наші гроші» узнали, що польські больниці заказывають препарати того же производителя втрое дешевле. З'ясували, що компанія вигляла ці торги, ну, за українськими правилами, на те, що і чесно, але що ціна відрізняється від європейських, близьких до нас країни, Чехи і Польщі, дуже сильно. Ми просто порівняли ціни тут і там. І вияснили, фістульні іглі Київ закупил по 23 гривні за штуку, в то время как поляки і чехи покупають їх за 7-8 гривень. Концентрат для гемодиаліза в перерасчёте на українську валюту полякам обходиться в 15 гривень за литр, а столичні власі согласились на цену в 40. Участие в тендере принимали три фірмы, а победителем оказался БилиМед. В компанії, которая выигрывает миллионные тендеры по всей Україні, работают всего 4 человека. Арендують помещение площадью 20 квадратных метров на улице Михайловське в центре Києва. Нет здесь ни вывески, ни солидного офиса. С компанией связано ещё одно помещение, склад на Петропавловській Борщаговке. При этом второй участник тендера, топ-сервис Медтехника, арендує помещение по тому же адресу. В 2016-м в отношении фірмы БилиМед было открыто уголовное производство. Следователи подозревали, что поставщики заключили договор на 7 млн грн по предварительному сговору с руководителями Броварской районной больницы. При этом в клинике отделение гемодиализа не работает. Працівники полиції вбачали неправильність проведення тендеров. Самі ліки, вони були закуплені, а враховуючи те, що цей лікарняний об'єкт, скажімо так, перебував на реконструкції, то було вирішено питання передати на відповідальне зберігання саме цій організації, яка провела закупівлю цих ліків. Следствие ведеться до сих пор, но БилиМед улечили в очередних грехах. В частности, компания заключила договор с Житомирским облсоветом на поставку материалів для гемодиализа на 26 млн грн, а потім изменила поставки немецкой техники на египетскую. На діалізі завжди заробляли, і зазвичай посередники залучалися для того, щоб можна було заробити на відкатах. Усіх країнах закуповують послугу, тобто фактично є купа діалізних центрів, які надають послугу, і держава оплачує послугу. Тобто ти приходиш, тобі надають послугу, так само, і держава зазвичай сплачує гроші. Що відбувається у нас? У нас держава купує всі розходники. У нас купують окремо розчини, окремо фестульні волки, окремо магістралі. Ну, тобто окремо купується все, і фактично на кожному лоті можна заробити. Ми направили запрос в департамент охорони здоров'я, щоб узнати, чому лікарства закупають втридорога. Київські чиновники поки молчат. Ждемо відповіди. Геннадий Вивданко, Наталья Шумакова, Марина Григорян, Андрей Костюк. Подробності телеканал «Интер». Вернули прежний тариф в Белгороднестровському Одеській області. Депутаты Гурсовета отменили решення мэрии о подорожанні води і услуг ЖЕКОВ. Вони також відказалися голосувати за змінення в городській бюджет і відклонили программу фінансової підтримки підприємі. Говорять, чиновники не объяснили, куди пійдуть ці деньги. Да і отчитываться некому, від мэр на роботі появляється крайне редко. По словам депутатов, в городі сложилась угрожаюча ситуація з водоснабженням, і при цьому нет программи по виведению водоканала із кризиса. Ситуація на водоканале реально плачевна. Те обіщання, які були в прошлом році по восстановлению кишнівського коллектора с фінансуванням, практично с полним фінансуванням государственних бюджетів в размері 60 мільйонів гривень, вони испарились. Денег в цьому році немає. Вот, к сожалению, така картина, яка привела і заводить далі город в колапс. І це теж одне з того, що мене дуже сильно розмущає, і потрібно щось з цим робити, тому що ми просто-напросто поведемо всі коммунальні предприємства в бандбранбранбурні. Очередной коммунальний скандал в СМЕЛЕ. Черкаска область вже втору неделю воду в городі подають по жісткому графику. Місті жителі розмущені, але водоканал просить їх ще потерпеть. Як довго? Вияснял Станислав Кухарчук. По тоненькій струйки з крана Татьяна Тимофеєвна свіряє часи. Ровно в 10 утра воду в СМЕЛЕ відключають. Уже втору неделю город живет по графику. П'ять часов з утра, столько же вечером. На день пенсіонерка делает запаси в ведрах, кастрюлях, тазіках. Говорит, привыкнути такому сложно. От таких перебоів с водою 80-тысячний город страдає второй год. Єдва на улиці становилась жара, краны высохли. Це касається холодної води. Горячий в СМЕЛЕ НЕЦ добрый десяток лет, говорить глава ОСББ. Майя прошлого року, припоминає жінчина, воду давали по такому же графику. Тогда водоканал объяснил это изношенностю насосов і друбопровода. Оборудование коммунальщики так і не замінили. Але зато повісили тариф. Почти на 6 гривень. 27 гривень куб. Діло в тому, що при такому тарифі, я так думаю, вода повинна подаватися, як положено, цілодобово. В связі з перебоями водоканал обязан б пересчитати жителям плату за воду. Але этого так і не зробили. Люди побаиваються, що і в цей раз деньги їм не вернут. Подача води по графику – це внутренне розпоріження підприєця. Смелянський гурисполком голосувати за нього не захотел. Відоканалі объясняють, інакше поступити не могли. Уровень в спажинах упал почти на метр. А устаревші насоси з перекачки не справляються. У нас просто-напросто не вистачає води подавати її повністю. А якщо ми будем подавати і чекати, що вода у нас вийде, ми за віздушній системі, то робот ми будемо робити місяць і півтора. І погорять всі наші насоси. В мэриї о проблемі знають. Градоначальник успокаиваєт. Работи по замені 10 насосів вже почались. Ещё 2 недели – і перебоів з водою не буде. Хоча признається, даже такой ремонт глобально проблему не решит. Сьогодні на нараді ЖКХ було сказано, що вони поміняють двигуни і вода буде подаватися, знову ж таки, в тому режимі, днем, але вночі її не буде. Для того, щоб вона була вночі, треба велику модернізацію зробити. По предварительним подсчетам, полна модернізація обойдеться водоканалу почти в 10 млн гривень. А таких денег ні у предприятия, ні у міста пока нет. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко, Черкаска область. Подробності – телеканал «Интер». На территории арсенала Балаклея, где произошел пожар, через несколько дней уже смогут работать следователи. Об этом сегодня в Харькове заявил начальник областной полиции. До сих пор правоохранители изучали видеоматериалы, снятые с помощью дронов. Пока основной версией возгорания остается служебная халатность военных. Пожар, напомню, начался 3 мая. По предварительным данным, на так называемой технической территории, где должны были проводить утилизацию боеприпасов, загорелась сухая трава. Полностью пожар ликвидировали 8 мая. Год назад на полигоне трава уже горела. Правда, тогда огонь перекинулся на боеприпасы, и они начали взрываться. Пришлось эвакуировать всех жителей Балаклеи. Продолжение следует... Не дошло, поэтому и не было таких наследков, выражающих, которые были в прошлом году. Стабильно напряженная. Так говорят о ситуации на Донбассе в штабе Операции Объединенных Сил. Сегодня боевики продолжили обстреливать украинские позиции. За минувшие сутки они открывали огонь 45 раз. В том числе и с тяжелых орудий. На Луганском направлении самая опасная обстановка в Троицком и Новозвановке, на Донецком, Горячев-Зайцеве, Верхнеторецком и Песках. В результате боевых действий один украинский военный погиб, двое получили ранения. О введении на Донбасс миротворческой миссии ООН говорили сегодня в администрации президента. Петр Порошенко встретился с спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером. Обсудили пути урегулирования конфликта, освобождения украинских заложников и сотрудничества в сфере обороны между Украиной и США. Еще одна тема встречи – энергетическая безопасность. Речь идет о рисках, которые несет российский газопровод «Северный поток-2». Зарытая память. В Днепропетровской области волонтеры нашли в земле десятки мешков с вещами бойцов, погибших в Иловайском котле. Все это было в фермерских угодьях. Кто выбросил вещи, выясняли наши корреспонденты. Брюки камуфлированные, крестик в кармане желтого металла. Карманы тщательно не проверялись. Там то монеты, то детский самолетик. Окровавленная форма, бронежилеты, берцы, рации и даже медаль. Нагрудный знак с надписью «40-й батальон Кривбас». Все это волонтеры гуманитарной миссии «Черный тюльпан» достают из земли посреди поля. Вселета Ромское, на территории свалки местного рыбхоза. Бережно, с помощью тяжелой техники и вручную, чтобы не повредить вещи. Позже станет известно, найденные вещи принадлежат бойцам, погибшим в Иловайском котле. Это общественные доказательства. Однако, спустя 4 года, никто за ними не приехал. По рассказам местных жителей, было привезено 36 мусорных пакетов. Из них мы нашли 28 мусорных пакетов. Из них 14 с бирками с морга. Некоторые номера читаемые, некоторые не читаемые. В этих условиях мы там прочитали 8 номеров всего. Но это свидетельство о том, что действительно эти мешки были привезены не кем-то, не откуда-то, а именно с морга. На место раскопок волонтеры вызвали полицию. Передали все найденное. Правоохранители не отрицают. Вещи действительно принадлежат военнослужащим, погибшим в Иловайском котле. Рассказывают, после тех трагических событий в Днепр доставили тела 98 погибших солдат. По останкам родственники опознали 26 бойцов. Тела остальных забрали на хранение в морге. А вот места для вещей тогда не нашли. Начальник Торомского отделения полиции оставил их у местного фермера. Сейчас он уже не работает в органах. Действия бывшего правоохранителя в областном управлении полиции называть незаконными не спешат. Назначили служебное расследование. По выводам служебного расследования, если будут усматриваться в действиях наших сотрудников полиции состав преступления, мы направим материалы в прокуратуру для принятия решения. Главки не говорят, когда будут результаты служебного расследования, но обнародовать их пообещали. Елена Миндалюк, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. В Запорожье судили бывшего боевика. 58-летний мужчина переметнулся к сепаратистам еще весной 2013-го. Месяц назад покинул ряды незаконных формирований, а сегодня украинский суд отпустил его домой. Почему, расскажет Сергей Бордюжа. Дома этот человек не был 4 года. К боевикам примкнул с первых дней войны на Донбассе. Бросив все, уехал в Славянск. Ну, а там тогда было любопытное событие. То есть, ну, конкретно там, женщины, дети по посадкам ловили танки. То есть, ну, мне было интересно посмотреть, и я поехал. Такое любопытство привело Владимира в ряды спарты. Потом были другие банформирования и почти два года военной подготовки в оккупированном Крыму. В Севастополе местные казачки учились стрелять. Но со временем с оккупантами возникли идеологические разногласия, говорит Владимир. Я самого начала говорил, и в Крыму я им говорил, и мост вы отдадите, никуда вы не денетесь. Для того, чтобы находиться среди крокодилов, надо быть крокодилом. Понимаете? А если вы не крокодил, то, ну, тогда вы там не находитесь. Когда снова попал в Донецк, говорит, прозрел, бросил оружие и этой весной вернулся в Запорожье. Он добровольно завернулся до органов СБУ, поведомив про свои идеи, а также допомнив следствию, расследовав на несколько больших точек. Следствие установило, в боевых действиях мужчина участия не принимал. Лишь стоял на блокпостах и следил, чтобы не было мародерства. Потому в рамках программы СБУ «Тебя ждут дома» суд вынес вердикт. Вас извольнено от криминальной ответственности, проведение в справе закрыто. В Запорожской области это первый боевик, которого освободили от уголовной ответственности. В целом в Украине таких уже больше трехсот. Действительно, эта программа работает, тебя ждут домой, а не до тюрьмы, скажем так. Мы сегодня на этом прикладе увидели, что люди действительно извольняются от криминальной ответственности. Что будет делать в мирной жизни, Владимир еще не решил. Но уверяет, мировоззрение изменилось. На его рубашке теперь маленький трезуб. Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности. Телеканал Интер. Запорожье. В НБУ заявляют о возможном закрытии всех российских банков в Украине. Финучреждения могут свернуть деятельность из-за нехватки капитала. Напомню ранее, эксперты заявляли о скором возможном банкротстве одного из крупнейших российских банков в стране. Что это может означать для вкладчиков? Об этом в нашем материале. Продать некому. В НБУ исключают, что на оставшиеся в Украине российские банки могут найтись покупатели. Об этом журналистам заявила зампредседателя правления Нацбанка Екатерина Рожкова. По ее словам, из-за санкций российские финучреждения оказались не нужны крупным международным компаниям. Не нашлись и достойные частные инвесторы. Потенциальным покупателям на российский Сбербанк и Проминвестбанк в НБУ на днях отказали. Именно Проминвест, по мнению экспертов, сейчас находится в наиболее сложном финансовом положении. Из-за санкций и потери доверия к банку украинцы уже забрали оттуда 80% вкладов. В результате в прошлом году его активы упали на 13 миллиардов гривен. А в первом квартале этого года Проминвест уже потерял 300 миллионов. Спасать свою дочку в российском внешэкономбанке, который также остро переживает американские санкции, отказались. Без помощи инвесторов уже в ближайшее время Проминвестбанк может объявить о банкротстве, прогнозируют экономисты. Ведь кроме оттока депозитов у банка и серьезная проблема с невыплатами по кредитам, большую часть которых в Проминвесте выдавали в долларах. Это может сулить серьезные проблемы для вкладчиков, которые до сих пор не забрали свои депозиты. За последние 4 года в Украине уже обанкротились 92 банка. Многие вкладчики таких финучреждений, как Дельта, Михайловский, Фортуна, не могут вернуть свои деньги до сих пор. Уже не раз это приводило к массовым акциям протеста и стычкам с полицией. Чтобы избежать этого, в НБУ уже заявили, ожидают, что оставшиеся российские банки добровольно уйдут из Украины. И произойти это может уже в ближайшее время. Италия собирается в одностороннем порядке отменить санкции против России. Там в самом разгаре формирование нового правительства после выборов. Будущий Кабинет Министров намерен кардинально изменить отношение к Москве. Светлана Чернецкая о пророссийских настроениях в Европе. Италию собирается возглавить коалиция ультраправых и популистов. На выборах в марте больше всего голосов набрали две партии. Лига Севера и движение Пятизвезд. Вот уже два месяца они договариваются о том, как будут совместно править страной. Все до мельчайших деталей прописывают в документе под названием «Коалиционное соглашение». Сейчас он уже готов к подписи. И одна из его частей касается России. В первую очередь новое правительство собирается отменить санкции против Москвы. А также наладить полноценное сотрудничество. Россию следует воспринимать не как угрозу, а как экономического и торгового партнера. Москву следует реабилитировать как стратегического партнера в таких кризисных районах, как Сирия, Ливия и Йемен. По информации местных журналистов, требования об отмене санкций выдвинули право радикалы из Лиги Севера. Глава этой партии Матеус Альвини давний друг Путина. Он подписал соглашение о сотрудничестве с Единой Россией и выступал против высылки российских дипломатов из Рима. Но не только Италия открыто демонстрирует потепление по отношению к России. Австрия так и не выслала российских дипломатов, в отличие от остальных европейских стран. И также выступает против какого бы то ни было расширения санкций против Москвы. В Чехии переизбрали президента Милоша Земана, давнего друга Кремля, и он тоже не поддерживает санкции. И даже в Германии наиболее острый и неоднозначный вопрос внешней политики – отношения с Москвой. А во время визита в Россию министр экономики Германии заявил, что пытается убедить США отложить введение новых санкций в отношении Москвы. И открыть новые возможности для сотрудничества между странами. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности – Европейское бюро телеканала «Интер». Палестина отозвала своих послов из четырех стран Евросоюза. Для консультации представители Австрии, Румынии, Чехии и Венгрии были на приеме в израильском МИДе по случаю переноса посольства США в Иерусалим. В Палестине это назвали грубым нарушением международного права, но, несмотря на это, сегодня вслед за штатами свое посольство в Иерусалим перенесла Гватемала. Кров палестинцев на руках израильского премьера так на своей странице в Твиттере написал турецкий президент Раджеп Эрдоган. По его мнению, Бен Емин Нетаньяху возглавляет государство, которое уже 60 лет оккупирует чужую землю. В ответ Нетаньяху посоветовал Эрдогану не указывать израильтянам, как и с кем воевать. И напомнил, что турецкий президент отправляет своих граждан в Сирию, а его страна до сих пор оккупирует Северный Кипр. В Ереване демонстранты ворвались в здание мэрии. Люди пытались пройти к кабинету градоначальника Тарона Маргаряна. Путь им преградили сотрудники ведомства и полиция. Протестующие называют работу городского головы неэффективной и обвиняют его в неподотчетности гражданам. Акции протеста против Маргаряна длятся уже почти неделю. Все началось с недовольства вырубкой деревьев в сквере возле администрации. Самостоятельный политик или марионетка Карлоса Пучдемона. Новоизбранный глават Каталонии прилетел в Берлин зачем и готов ли он на компромисс с официальным Мадридом. Татьяна Лагунова продолжит. Пост сдал, пост принял. Сразу же после избрания новый лидер Каталонии Ким Тора прилетел в Берлин. Чтобы встретиться со своим предшественником Карлосом Пучдемоном, который порекомендовал его на этот пост, и публично из Германии назначить встречу премьеру Испании Марианна Рахою. Главная цель нового правительства это диалог с Мадридом. Премьер Рахой, назначайте дату и время. Простым диалог не будет. Тора требует вернуть Каталонии статус автономии. Но в то же время не готовить и на компромисс с официальным Мадридом и отказываться от борьбы за независимость. Новоизбранный лидер уже заявил, он продолжит дело Пучдемона. Более того, именно Пучдемона Тора называет законным лидером Каталонии, а себя считает временным. Я благодарю всех, кто меня поддержал, и Карлоса Пучдемона, которого в будущем мы изберем на этот пост. Мне не нравится то, что я слышал, но подождем результатов. Мы надеемся на понимание и согласие. При этом я гарантирую соблюдение Конституции и других законов Испании. Что касается Пучдемона, его будущее непонятно. Бывший лидер Каталонии по-прежнему находится в Германии и ожидает решения об экстрадиции в Испанию. Оно должно быть принято в ближайшее время. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Литва введет квоты для иностранных работников из-за наплыва украинских мигрантов. Каких именно профессий коснутся ограничения, литовское правительство пока не решило. Но квалифицированных специалистов это точно не затронет. Кроме того, в стране собираются ужесточить правила командировок для иностранцев. Вильнюс опасается, что мигранты вытеснят местных рабочих, ведь приезжие готовы работать за меньшую плату. На красную дорожку вышли штурмовики. Так, на Каннском кинофестивале презентовали новую ленту знаменитой космической саги «Звездные войны». Критики уже прочат фильму рекордные кассовые сборы. В чем его отличие от всех предыдущих, расскажет Елена Абрамович. Штурмовики в белых блестящих костюмах на красной дорожке. Презентация «Звездных войн» традиционно состоялась при участии самых узнаваемых персонажей. Название новой части саги – «Хан Соло. Звездные войны. Истории». Вместе с главными героями на ковер вышел и режиссер. Рон Ховард говорит, результатом более чем доволен. «Преимуществом было то, что много талантливых людей, в том числе и предыдущие режиссеры Крис Миллер и Фил Лорд, немало вложили в эту историю. Провели много исследований, которыми я смог воспользоваться, оставить то, что сработало, развить то, что было экспериментом». Новая сага повествует о приключениях юного Хана Соло. Главную роль сыграл молодой актер Олден Эренрайк. Особую роль в фильме отводит женщинам. Правда, по мнению актрис, ничего особенного там нет. «Забавно, что говорят о сильных женских характерах. Я посмотрела на роль, которую я играю, и роли коллег – это нормальные женщины. Просто они ведут себя так, как следует в определенных ситуациях. Мы настолько не привыкли видеть себя такими, как есть». Женщин в жюри в этом году больше, чем мужчин. И еще одно новшество – впервые тут открыли горячую линию для жалоб на сексуальные домогательства. Нововведение, реакция на скандалы с участием кинопродюсера Харви Ванштейна. Многие жертвы пожаловались, что пострадали именно во время Каннского кинофестиваля. Пока же атмосфера здесь, как говорят актеры «Звездных войн», полюбовная. «Кино – это процесс сотрудничества. Когда мы снимаем, то предлагаем какие-то идеи. Иногда они срабатывают, иногда нет. Но это очень интересный процесс. И думаю, результат именно так и выглядит. Сделано с любовью». В прокате лента появится уже 21 мая. В США выход фильма приурочен ко дню памяти. У американцев будет 4 выходных подряд. И кинокритики уже прогнозируют рекордные кассовые сборы. Искан Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское берет телеканал «Интер». Какие бургеры помогут похудеть Дональду Трампу? Почему электронные сигареты могут быть смертельно опасны? И на гербе какого города? Теперь красуется листок марихуаны. Об этом и не только в нашем обзоре. Похудение по Трампу. Американский президент ввез бургеры с половиной булочки, чтобы сократить потребление калорий. Об этом рассказал юрист главы Белого дома, который обедал с Дональдом Трампом в гольф-клубе. Ранее врач и вовсе посадил президента США на диету, когда обнаружил у него признаки начинающегося ожирения. Бьют, значит любят. Фанаты Лиссабонского футбольного клуба «Спортинг» напали на тренера и игроков команды. Около полусотни человек пробрались на тренировочную базу и избили жертв ремнями и металлическими предметами. Больше всех пострадал форвард Бас Дост. У него травма головы. Опасный вейпинг. Во Флориде мужчина погиб от взрыва электронной сигареты. Осколок гаджета попал ему в голову. Бездыханное тело обнаружили пожарные, прибывшие на сигнал тревоги. Чаще всего электронные сигареты взрываются из-за проблем с батареей. Также за год в США зафиксировали почти 200 пожаров, спровоцированных этими устройствами. Обратная сторона популярности. Активист, который отобрал микрофон во время Евровидения у британской певицы Сури, заявил об избиении в участке. Мужчина, который выпрыгнул на сцену с антиправительственными лозунгами, быстро схватил охрану и отправил в отделение. Пранкер уверяет, что его там избивали и пытали около 50 полицейских. Листочек каннабиса теперь официальный символ эстонского муниципалитета Каннепи. Такую инициативу поддержали большинство жителей во время специального онлайн-опроса после объединения нескольких самостоятельных районов. Новый герб города украшает серебряный лист марихуаны на зеленом щите, а на флаге зеленый лист на белом фоне. Джон Траволта отжег в Каннах. Он вышел на сцену и станцевал с американским рэпером 50 Cent. Выступление музыканта было приурочено к премьере фильма «Кодекс Готти». Главного персонажа сыграл Траволта. Видео с его танцем выложил у себя в соцсети сам рэпер. Уникальный голубой бриллиант ушел с молотка в Женеве за 7 миллионов долларов. Кто стал обладателем драгоценности, остается тайной. У этого камня 300-летняя история. Его нашли в Индии и подарили испанской королеве в 1715 году. С тех пор бриллиант передавали в наследство потомкам семи поколений. Он успел побывать во Франции, Италии и Австрии. Стартовая цена лота составляла 4 миллиона долларов. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности вей, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин